Друзья, всем привет! Паша на связи, Киев-Украина. 4 октября у нас за окном, на календаре. Я нахожусь на метро Лобецкая и, раз я тут оказался, решил для вас записать видео о богатой жизни в Киеве. Если вы готовы, прожимаем фото-байку, ставим лайк, палец вверх и погнали! Друзья, метро Лобецкая это такое место, которое еще энное количество лет назад, оно в принципе, ну можно так сказать, не то, что не существовало, но о нем знало количество людей, которых можно было посчитать на пальцах одной руки. Почему? Потому что это был такой край Киева, что сюда ехать, ну в принципе, можно было, будучи учеником, школьником или студентом, разве что только в библиотеку. На тот момент еще не было Ocean Plaza, вот этого торгового центра. Вон там, если вы видите, вот этот вот грибок, вот эта шапочка, это и есть библиотека. Сейчас на самом деле тут настолько все это разрослось, посмотрите, и продуктовый рынок, продуктовый базар появился, и появились торговые центры, всякие справа, слева интервал, плаза справа у нас, слева у нас Ocean Plaza, которая расстраивается, расстраивается, все никак не может расстроиться. Поэтому на сегодняшний день именно вот эта вот территория и все, что находится в пешей доступности отсюда, а тут благо есть и метро, видите, вот прямо по курсу, казалось бы, да, край не край, а метро Лыбельская есть, поэтому вышел, и ты уже сразу около дома. И весь этот квартал, который окутывает вот эту вот часть города, она находится в довольно-таки привлекательном районе. Учитывая, что спереди по курсу у нас Печерск, а Печерск, как вы знаете, место такое недешевое, как для обучения, так и для проживания. Поэтому эта локация, это место и тот ЖК, куда мы сейчас с вами дойдем, вызывает такие нотку удивления от тех мест, которые можно сделать, по сути, на краю Киева. Что у нас на сегодняшний день, напомню, у нас 4 октября в Киеве постепенно, постепенно, каждый день приближает нас к зиме. И если еще неделю назад это не ощущалось вовсе, вот от слова совсем, да, то есть люди ходили в футболочки, люди ходили в каких-то шортиках, мачках, то сейчас происходят непонятные вещи, потому что утром уже холодно, а днем, ну, как бы, так сказать, жарко. И поэтому даже вот сейчас, если вы видите, кто идет навстречу, то кто-то одевает уже на себя какие-то рубашки, какие-то регланы, какие-то худи, а кто-то просто идет в футболках. Поэтому, ну, довольно-таки разноплановая сейчас аудитория. Точно так же и я. Вот я сейчас в такой удлиненной, ну, худи, не худи, я не знаю, как это назвать, такая вот штуковина, но местами, когда выглядывает солнце, то мне на самом деле становится чуть-чуть жарковато. Погода для текущего времени года, для текущего календарного дня, она, мне кажется, вполне-вполне-вполне адекватная, вполне соответствует. Друзья, вот дошли мы до этого ЖК. Оцените масштабы, оцените габариты. Находится он, ну, вот рукой подать, да, вот там вот станция метро Лобецкая. Тут у нас в улице Джона Маккейна 1. Называется ЖК Французский квартал 2. Вы, конечно, скажете, а что, есть и Французский квартал 1? Да, есть и в одном из следующих видео я туда тоже, друзья, заскочу, тоже покажу, тоже мы с вами обсудим Французский квартал 1, потому что есть действительно что показать, есть действительно чему удивиться. В каждом уважающем себе ЖК, новом, назовем так, новом, на мой взгляд, должен быть фонтан. Вот почему-то мне так кажется, должен быть фонтан. Летом он освежает людей, зимой он ничего не работает, поэтому он, как бы, не пришей кобыле хвост. Вся проблема новых ЖК, вот, друзья, вы знаете, вот я иду, и я чувствую запах. Вы не поверите, что этот запах, это запах богатой жизни. Вот ты прямо идешь, и ты прям растворяешься в этом запахе. Не, ну, если серьезно, то я, конечно, шучу, но на самом деле, на самом деле, вот все, если не все, то большинство новых ЖК, они ограждают свою территорию. Они ставят какие-то турникеты, они ставят какие-то заборы, они ставят какие-то пропускные пункты, и туда просто так, с камерой, вы даже не зайдете и не попадете. Поэтому во многих ЖК, как дача Януковича, за семью замками. Большинство, ну, не большинство, многие сейчас детские площадки, они строятся вот такого вот плана, как текущие. Если говорить про Днепропскую набережную, смотрите, какой мини-фонтанчик. Такой мини-мини-мини совсем фонтанчик. Вот, конечно, когда лето, когда дети изнывают от жары, то выйти вот с этого здания, да, с какого-то 30-го этажа, я даже боюсь тут посчитать. И давайте прикинем, сколько у нас тут этажей. 3, 6, 16, 17, 18, 19, 20. Короче, 25 этажей у нас тут. И летом, допустим, да, если вы спустились с 20, к примеру, пятого этажа, то нырнуть ребенку в аналогичный, да, в такой фонтан, это, конечно же, по красоте очень, я думаю, освежает. Да и осенью, да и весной тоже. Почему французский квартал, я не догадываюсь, я не знаю, если вы захотите, загуглите эту тему, если вы захотите, посмотрите эту тему. Но арка, которая прямиком, наверное, привезена отсюда прямо из Франции, а может быть и из Рима, а может быть и совсем не из Франции, она вот на самом видном центровом месте, видите, тут у нас находится. Глядя на количество машин, а точнее даже на их отсутствие, могу предположить, что тут есть подземные какие-то паркинги, могу предположить, что я даже не знаю, где они тут все паркаются, но, скорее всего, да, скорее всего, какие-то подземные паркинги, потому что тут было бы, ну, просто трэш. Это одна из основных болей всех новых ЖК. Застройщик строит дома, застройщик строит вот эти вот муравейники, он строит максимум за минимум денег, максимум за минимум вложений, максимум на выделяемой территории, а все остальное, плана парковки, не парковки, это уже его не касается. Точнее, его касается, но это касается после того, как уже люди заселяются и понимают, слушайте, так, а где же парковаться, а где же нам, как же, как же нам быть? И начинается вот эта вот эпопея с газонами, с какими-то блокираторами, когда каждый считает, что его место не общее, а именно отвоеванное им лично. Ну, дело такое. Вот что мне нравится, вот первое, то, что мне нравится, то, что мне бросается в глаза, первое, это выгол собак заборонено. Я не знаю, был ли бы, если бы у меня была собачка, насколько бы я относился к этому, к этой забороне, но в плане детских площадок, которые тут вот есть, тут мамочки с детьми, с колясками гуляют, да и просто дети тут, которые могут бродить, гулять, это только в плюс. Для собак должны быть отдельные выделяемые, как бы, зоны, где они могут резвиться, где они могут прыгать, где они могут грызть и все остальное. Тут место для детишек. Если идти просто прямо, если идти не поднимая голову, то, конечно же, кажется, что ты идешь просто к какому-то обычному дворику, по какому-то обычному ЖК, но как только ты начинаешь поднимать голову вверх, ты просто ощущаешь себя небольшим муравьишкой среди вот таких вот гигантов. Видите, вот даже кто-то умудрился ограничить, может быть, это, конечно же, другой ЖК, но кто-то умудрился ограничить забором. Лаурел Хом. Может быть, это как апартаменты, типа, знаете, вот вы купили апартаменты и сдают. Вот если мы присмотримся, смотрите, даже двухуровневые вот такие вот апартаменты вам, конечно, отсвечивает, но поверьте на слово, что там два этажа и винтовая наверх туда лестница. Я, конечно, всегда удивлялся тому, что... Возьмите вот эти, допустим, два здания. Вот расстояние между ними, вот идет девушка, если посчитать, да, допустим, там около 20, ну, может быть, 30 шагов. 20-30 шагов – это, ну, это порядка, я не знаю, порядка 20 метров, по сути. То есть между этими зданиями, ну, от силы 20-30 метров. А теперь подумайте, выходит человек в труселях утром, допустим, да, на балкончик на одном из этажей, и выходит человек или просто открывает шторы, чтобы солнечный свет бросил своему утрецом в глаза и видит вот это вот нечто, которое стоит на противоположной стороне балкона и светит всеми своими достоинствами. Поэтому в плане муравейников, которые находятся близко друг от друга, это, конечно же, минус. Если мы с вами даже и видели, что выбил собачек заборонены, да, то все равно мы постоянно гуляя, да, передвигаясь, будем видеть, что все равно у нас с собачками разрешено, ну, разрешено, с собачками все равно люди выходят и гуляют. Вот эти вот такие вот балкончики, или как я даже не знаю, как их назвать, не балкончики, а такие стекленные лоджии, которые сейчас собачка снесет ребенку. Ну, ребенку, конечно, весело, ну, такое. Друзья, я вот тут вот хожу, смотрю, гляжу, и мне стало интересно, а сколько же стоит такая квартира в аренду в месяц, и сколько же стоит такая квартира на продажу. Вот первое, захожу на ULX и смотрю по запросу «Французский квартал», да, что мне выбивает. Мне выбивает, ну, вот первые три в поиске выбило объявление, значит, «Французский квартал 2» 57 тысяч, это у нас 1400 примерно долларов, за 60 метров квадратных, 30 площадь кухни, то есть половину занимает площадь кухни. Посмотрите вот на фотографии, сдаётся в добгосстроковую аренду, однокимнатная квартира в французском квартале 2. Булоча Претславенска, 42, квартира полностью укомплектована, короче, 1400 баксов, и ни в чем себе не отказывайте. К примеру, второе, да, второе какое-то объявление, тоже «Французский квартал 2» 750 уже долларов в месяц, но тут-то чуток и поменьше, 55 метров квадратных, 20 метров кухня, но зато тут две раздельные комнаты. Фотографии вот так вот выглядят, «Евся необхидная мебель для зручного проживания», комплектация за домовленности. Окей, если у нас стоит 750-1400 в месяц, то сколько же она стоит, в принципе, для покупки? Давайте посмотрим, давайте посмотрим. Ну вот, к примеру, объявление «ЖК Французский квартал», Претславенска, Печерск, 102 метра квадратный, 17-этаж, 19-этажного дома, то есть это, скорее всего, какой-то один из этих, площадь кухни 15 метров квадратных, три комнаты, три комнаты, есть грузовой лифт, есть лифт, ванна душевая и так далее, и так далее, 100, 100 говорю, нет, не 100, 485 тысяч баксов. Это около 20 миллионов гривен. Из описания. Выконаны дорогие дизайнерские ремонты с накористанием тихо-якисных материалов, функционально-планувания, очень много всего расписано, но цену вы поняли. Ну, давайте еще одну какую-то возьмем, более бюджетную. Вот есть у нас, например, подешевле. Станция метрополатспорта, французский квартал. 134 тысячи баксов. Это около 5,5 миллионов гривен. 134 тысячи баксов. Ключи на руках, раздаймо осели, 14 этаж, 55. Ой, боже, у меня уже крыша едет. Читаю, 14 этаж, 55-этажного дома. Нет, это адрес. Саперное поле 14,55. 11-й поварс, высота примещения 3 метра. 46 метров, кухня 13 и так далее, так далее. Ну, то есть диапазон цен от и до вы поняли. Вот такие, друзья, пироги по ценам на французский квартал, французский квартал 2. А теперь, друзья, с точки зрения практики, с точки зрения удобства, тут находиться, имеется в виду, если вы тут живете. Могу сказать, как автомобилист, что место довольно проблематичное в плане доезда и в плане выезда отсюда, потому что хоть утром, хоть вечером, хоть в выходной день, хоть в будний день постоянные-постоянные пробки. И поэтому, если у вас, допустим, нету какого-то вертолета, то будьте готовы или ездить на общественном транспорте, допустим, да, на метро, или, ну, я даже не знаю, как телепортироваться, потому что метро, оно и в Африке метро, а пробки на дорогах никто не отменял, тем более в таком месте, где в каждом таком муравейнике сотни тысяч машин. Если не по одной машине в семье, то по две, по три точно. Это не считая всех дополнительных офисов, не считая каких-то магазинов, складов, которые постоянно сюда тоже должны подъезжать и постоянно тоже блокируют подъезды на ваших тачках. Ну, вот, к примеру, да, сейчас, ну, якобы, да, якобы есть место, одно место, которое можно застолбить за собой. Но по факту, в принципе, постоянно, постоянно в любом таком ЖК маломальском есть проблемы. Я смотрю на окна, я смотрю на балконы и вижу, что очень много квартир, очень много квартир еще не заселены. То есть, ну, видно, что, да, там где-то идет ремонт, где-то идет, может быть, только-только заселение. Да, есть, где висят уже жалюзи всякие, но очень много еще свободных квартир. И вот даже находясь, вот смотрите, уже в ЖК, да, то есть есть такая зона общего пользования, а есть зона не общего пользования, куда местные жители не хотели выпускать сторонних таких вот лиц, как, допустим, я. Поэтому вы подходите сюда, пикаете своим металлическим магнитным ключиком, и сезам открывается. Поэтому, видите, вот такие вот есть нюансы. Хоть общая территория с фонтанчиками, она доступна всем, но есть некоторые моменты. Сказать, что я в каком-то, в якомусь захвате видеть ей будивы, видеть цих и мурашники. Ну, нет. Для такого количества... Вот я даже не представляю, если у вас вечер, да, вы там с семьей, к примеру, хотите выбраться, посидеть, погулять, где-то пройтись, где-то подышать свежим воздухом, тут нету. Тут вот я пытаюсь напрячь памяти, я не могу вспомнить, где бы это можно было сделать вот тут вот вечером. То есть на вот этих вот детских площадках с тремя какими-то лавочками, ну, как бы это такое дело, да, то есть это ровно, допустим, на один подъезд, который выйдет погулять, который выйдет просто посидеть на улице возле фонтанчика. Ну, окей, 2-3 площадки, но для такого количества зданий, да, для такого количества домов, для такого количества квартир, это ровным счетом ничего. Детям нужно прыгать, и детям нужно бегать, и детям нужно где-то резвиться. А родителям в это же время нужно где-то находиться, нужно где-то сидеть, отдыхать и загорать. Поэтому в плане отдыха вечернего, ну, это явный-явный минус. Может быть, в каком-то будущем, когда вот там, вот, да, вдалеке, мы видим, что строятся еще дополнительные секции, может быть, там, конечно, будут какие-то мини-скверики, но пока с этим очень печально. И более того, что рядышком тут нету никаких садов, никаких парков, никаких скверов, о которых бы я помнил. Если говорить, да, просто идти в сторону, там, где костел, ну, это далеко. Если в сторону оушен-плазы, а что там, да, целыми днями сидеть в оушен-плазе, в торговом центре, ну, тоже немного странно. Ну, и, конечно же, вид. Если у вас балкон и окна выходят на эту сторону, то постоянно крутить головой влево, чтобы не видеть вот эту вот промзону справа, ну, тоже удовольствие, наверное, не сильно огромное. Ну, так что, друзья, вот так вот мы прошли с вами по этой локации, по этому месту, по месту, где богатство ощущается прям в воздухе, летает в воздухе. Ну, я, конечно же, щучу, утрирую. Но сам факт. Сам факт цены мы с вами увидели. Это просто первое объявление на Улыксе. Мы с вами оценили цену за аренду жилья, мы с вами оценили ценник за покупку жилья. Много это или мало? Дайте обратную связь, фидбэк. Как вы считаете, такое жилье подошло бы вам, вот, да, как обычному мешканцу Киева или это перебор в плане мурашника, я кто кажусь. Напишите, поставьте в подбайочку, поставьте любой комент. Не знаете, какой комент написать, напишите одно слово, андатра, я буду понимать, что мы с вами на связи, что у нас с вами диалог и что вы меня смотрите. Да, друзья, и в следующем видео мы с вами обсудим цену на коммуналку, конечно же, на моем примере, как обычного мешканца Киева, для того, чтобы вы могли сравнить, для того, чтобы вы понимали диапазон цен и понимали, насколько это дешево или насколько это дорого. До новых встреч, на фидосах, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова